Дома на фасадной улице из силикатного кирпича. Его часто используют для строительства гаражей и дач. А вот для многоэтажек он не подходит, сильно промерзает. По словам жильцов, шкафы стоящие у стен. Зимой могли заменить холодильник. Мы очень много жаловались, что дом был у нас холодный, особенно нижние этажи и торцевые стороны. Поэтому нам пошли навстречу, стали утеплять дом. Работы начались в сентябре. До этого подрядчик сделал замеры, подготовил проект и заказал материалы. Перед установкой теплозащитных панелей капитально отремонтировал фасадные газопроводы. Работы по утеплению фасада системы термолэнд. Термолэнд? Да. Это панели трехслойные. У нас процент выполнения на сегодняшний день 80% по работе. То есть у нас еще реально недели три. Местные жители перемену уже почувствовали. Теперь у них дома тепло. Ой, ну это вообще просто превосходно. У меня никогда до этого времени не был открыт балкон, а сейчас у меня балкон открыт. И как бы когда внучка приезжает в гости, она у меня бегает босиком. Капитальный ремонт домов номер 12 и номер 14 продолжится и в следующем году. Обновят подвалы, сделают гидроизоляцию и дренажную систему. А в доме номер 14 заменят электрику, систему горячего и холодного водоснабжения. Удобнее и современнее стало и почтовое отделение в лесном городке. Заменили входную группу окна и инженерные коммуникации, обновили полы и потолки, отремонтировали кровлю. Стараемся сделать так, чтобы нашим клиентам было комфортно. Активно предлагаем цифровизацию. Стараемся уменьшить время ожидания клиентами, как самих отправлений, так и время, затрачиваемое в отделении на получение письма или посылки. Ежедневно услугами почты пользуются от 100 до 500 клиентов. В отделении все нужное под рукой. От абонентских ящиков до продуктов питания. Кроме того, посылки можно отправить и в зону проведения спецоперации. Во-первых, мы уже работаем активно с новыми регионами, отправляем туда полноценно. Если раньше мы использовали такой путь через Ростов, то сейчас это уже полноценная почтовая структура, работает в каждом из новых регионов. Капитальный ремонт в офисе Почты России провели в прошлом году в рамках реализации губернаторской программы. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».